Дельфина Зевса не так давно перевели в общий бассейн. Сейчас, говорят ветеринары, его состояние вызывает у них оптимизм. За время лечения он стал более активным и хорошо питается, набрал веси и великолепно общается с другими дельфинами. Ветеринарный врач дельфинария Мирон Богосян участвовал в транспортировке животных. Говорит, что за пять лет работы не испытывал такого шока. Дельфинов держали в силосной яме, заполненной ледяной водой. Самка по кличке Дельфа умерла в конце декабря. Однако причины смерти стали известны только сейчас, после вскрытия. Вскрытие было произведено, отобраны специальные пробы, после чего выданы результаты и акты, говорящие о том, что животное погибло в результате механического повреждения позвоночника, поражение дыхательных центров. При вскрытии были обнаружены, диагностированы бронхопневмония запущенная, также, как я и говорил, механическое повреждение позвоночника и головного мозга. Просто животное в дальнейшем не могло дышать, двигаться и оно, в принципе, захлебнуло и утонуло. Известно множество случаев, когда животные используются людьми для зарабатывания денег. Естественно, никакого ухода за ними не ведется и, как следствие, предсказуемый финал – гибель питомца. Случай с дельфинами Дельфа и Зевсом на Черноморском побережье – первый. Впрочем, весьма показательно то, что виновных все же привлекли к ответственности, правда, только административной.